День педиатра Мы вас поздравляем с этим праздником Спасибо большое за поздравление с этим праздником Расскажите, как выглядит педиатрическая служба Рязанской области на фоне других областей Педиатрия – это очень серьезное направление в медицине Потому что именно с детей и с оказанием педиатрической помощи вообще начинается здравоохранение И именно дети, врастая, становятся взрослыми и, собственно говоря, наполняют систему здравоохранения Наша система педиатрической помощи, которая организована у нас в регионе Она организована по трехуровневой системе Она является в сравнительной оценке с другими регионами на очень высоком уровне У нас очень хорошие показатели по младенческой смертности Достаточно стабильные показатели на протяжении последних трех лет У нас очень хороший уровень оказания профилактического направления именно в педиатрии По уровню оказания амбулаторно-поликлинической помощи у нас тоже очень хорошие результаты То есть наши детские поликлиники оказывают помощь, медицинскую помощь нашим маленьким пациентам Быстро, качественно И самое главное, что на сегодняшний момент это доступно Областная детская клиническая больница – это центральное стационарное учреждение Которое оказывает стационарную помощь детям всего нашего региона Является базовым учреждением педиатрической помощи в нашем регионе И имеет очень высокие технические возможности, диагностические возможности И самое главное, высокий врачебный потенциал, который оказывает медицинскую помощь нашему населению Вы говорили о развитии технологий, а Вы можете привести пример, когда ребенку оказали помощь только за счет высокого развития технологий у нас в регионе? У нас оснащение тяжелым оборудованием, достаточно хорошее оснащение диагностическим тяжелым оборудованием Вот недавний пример. У нас поступила девочка с серьезным заболеванием головного мозга И именно при помощи имеющегося сейчас в арсенале больницы оборудования Был поставлен быстрый и своевременный диагноз И ребенку было проведено хирургическое лечение Которое в этом случае, в случае этой девочки, спасло им жизнь Чем болеют современные дети? Отличаются ли болезни от того, что было 10-15 лет назад? Современные дети болеют, наверное, теми же заболеваниями, что болели раньше 10-15-20 лет назад Только болеть они стали гораздо чаще и болеть они стали серьезнее То есть сейчас у нас распространились серьезные заболевания Они могут быть причиной, у них может быть инфекционная Но заболевания могут протекать гораздо сложнее и серьезнее Что отрадно в нашем регионе, снижается уровень заболеваемости у детей первого года жизни и у новорожденных То есть это тоже наша заслуга, врачи и педиатры в том числе Но сохраняется высокий уровень заболеваемости и распространенности болезней среди подросткового населения И именно в этом случае важно профилактическое направление и мониторинг за состоянием здоровья именно подростков И в этом случае очень здорово помогает федеральная программа профилактических осмотров Которая была внедрена в 2013 году по профилактическим осмотрам всего детского населения В том числе и в подростковом возрасте эти осмотры углубленные проводятся с осмотрами психиатров в том числе И позволяют выявить отклонения в репродуктивной сфере То есть таким образом сформировать здоровое поколение, которое будет нам дальше заниматься воспроизводством И, собственно говоря, даст потомство Поэтому вот те направления профилактического здравоохранения, которые сегодня у нас существуют И те мероприятия, которые внедряются, очень здорово нам помогут в будущем Вы не только главный внештатный педиатр, но и главный врач областной детской клинической больницы Расскажите, что такое детская больница сейчас? Ну, современная детская больница – это прежде всего многопрофильный стационар Это единый механизм, который работает в системе оказания медицинской помощи 24 часа в сутки и 7 дней в неделю То есть это то место, где доктора не могут расслабиться и оказывают помощь И всегда готовы на оказание медицинской помощи В сегодняшний момент детская больница – это не только учреждение, где проводят медицинские манипуляции Это учреждение, где должна быть создана комфортная и располагающая среда Где, в общем-то, длительное пребывание в стационаре не будет омрачено никакими негативными впечатлениями и эмоциями Поэтому мы стремимся в этом направлении, создаем лучшие условия У нас изменился приемный покой совершенно кардинальным образом У нас созданы комфортные условия пребывания в приемном отделении У нас все боксы, что называется, сделаны рисунки на стенах Которые, в общем-то, позволяют скрасить пребывание и ожидание того решения Доктор положит тебя в стационар или ты пойдешь домой В приемном отделении у нас находится телевизор, где можно посмотреть мультфильмы Приемном отделении у нас очень красиво и комфортно Поэтому, когда ребенок поступает в приемное отделение Вот именно в такое У него немножко вот этот эмоциональный и такой напряженный настрой Он снимается Поэтому, так сказать, мы вот за создание комфортной среды И, в общем-то, очень активно продвигаемся в этом направлении Расскажите о планах по развитию педиатрической службы Ну, планов у нас действительно очень много То есть это продолжать развитие комфортной среды Совершенствовать оказание медицинской помощи Продолжать обеспечение оборудованием Развивать технологии и навыки, и методики В том числе хирургическое направление Достаточно серьезно развивать Внедрять технологии, лапароскопические методы Совершенствовать нейрохирургические вмешательства То есть у нас такое, поскольку многопрофильный стационар Направлений у нас очень много Ну и, соответственно, сейчас невозможно без внедрения элементов Бережливого производства, когда сокращается То есть во главе угла пациент И сокращается время на пребывание, так сказать На приход в стационар На, так сказать, время пребывания в стационаре Когда для пациента делается максимально все Включая медицинские услуги и немедицинское пребывание Меняется ли условие пребывания в стационаре? Что делается для комфорта детей? У нас есть травматологический пункт Это то место, где все травмированные дети Приезжают все травмированные дети Со всего города и частично из области Приезжают за оказанием неотложной медицинской помощи Это то место, где, так сказать, скапливается Вот это эмоциональное напряжение Поэтому мы тоже стараемся Чтобы там были комфортные условия пребывания Для того, чтобы уменьшить негативные проявления Даже болевой синдром Еще у нас такое нововведение То есть у нас мы форму введения инъекций Болезненных инъекций немножко смягчили То есть мы ставим детям все, которые поступают на стационарное лечение Естественно, кому необходимо введение антибикатриальной терапии Или каких-то непрерывно необходимых препаратов Мы ставим катетер И тогда у нас нет вот этой постоянно травмирующей ситуации Внутримышечного введения антибиотиков И лекарства у нас сводятся через катетер Это менее травматично, это безболезненно И, собственно говоря, детям, в общем-то, очень нравится Они хорошо воспринимают это мероприятие Что бы вы хотели пожелать всем мамам и папам? Родителям я хочу пожелать Во-первых, любите своих детей Это обязательно Когда он появляется Первое, самое главное Это любовь к своему ребенку Берегите их И всегда их слушайте Потому что если родители не слушают своих детей То очень сложно восстановить вот этот контакт между ребенком И тогда возникают проблемы Дети начинают каким-то образом себя реализовывать В других сферах возникают травмы Возникают проблемы со здоровьем И тогда опять решение этих проблем ложится на родителей А все это можно было бы избежать Лишь тем, что немножко уделить внимание своему ребенку Побольше с ним поговорить А маленьких детей побольше их любить И стараться ими постоянно заниматься Потому что в современном мире, к сожалению, мы это признаем И, как говорил мне один педиатр Ситуация такова, что наших педиатров, именно рязанских Которые работают в поликлиниках, возмущают очень многие вещи И, в частности, увлечение родителей Большими плазменными телевизорами и иными И когда педиатров возмущает ситуация Когда у кроватки ребенка находится большой телевизор С диагональю больше метра И, собственно говоря, все вот эти вещи проецируются на ребенка То есть это с точки зрения педиатрии недопустимо Все гаджеты, все эти вещи Нужно охранять своего ребенка И думать о том, как они влияют негативно на здоровье ребенка Чтобы потом в определенном возрасте не задаваться вопросом А почему это произошло Потому что где-то в каком-то возрастном периоде Мы были излишне самоуверены И считаем, что это не повредит нашему ребенку Скажите, сколько должны дети смотреть телевизор? Ну, во-первых, дети не должны смотреть его в раннем возрасте И вообще просмотр телевизоров у детей Он ограничивается двумя часами в день И до сна не рекомендуется смотреть его в течение трех часов Равно как общение с компьютером Равно как общение с телефонами, с этими вещами Поскольку в современном ритме жизненном Невозможно соблюдение таких правил Но хотя бы нужно придерживаться Сейчас погоды постоянно меняются И многие простужаются Как сохранить здоровье и не заболеть? Во-первых, профилактические мероприятия То есть это соблюдение правил одежды При выходе на улицу То есть нужно совершенно четко проверить Как одет ребенок И проконтролировать в любом возрасте В маленьком, подростковом Или уже приближающемся к юношескому возрасту То есть здесь нужно обязательно контролировать За тем, как одет ребенок Одно из действенных профилактических мероприятий Это вакцина-профилактика Про это тоже не нужно забывать Про вакцинацию от гриппа И других управляемых детских инфекций И профилактические мероприятия Такие, как медикаментозные Или там, так сказать Их тоже нужно использовать Витаминотерапии В определенные сезонные периоды И ограничительные мероприятия Когда начинается подъем заболеваемости Уровни заболеваемости, да, инфекционные В этом случае соблюдать нужно Эпидемиологические мероприятия Ограничительные Ну, с точки зрения посещения там Крупных каких-то развлекательных центров Посещения торговых центров То есть минимизировать все эти вещи Без этого невозможно Но минимизировать это можно Дабы исключить всевозможные контакты А что касается сладостей Сколько можно сладостей ребенку давать в день? Я понимаю, что всем по-разному Знаете, это очень такой индивидуальный вопрос Да, то есть вот какого-то четкого регламента Сколько можно, сколько не можно Все должно быть, что называется, по потребности Когда ребенок получает достаточное количество еды То есть он ест полноценно, у него четырехразовый прием Достаточного количества пищи То у него потребность в сладком, она будет очень маленькая И вот эта сладость у нас возникает Ну, она, собственно говоря, после приема пищи И не возникает желания между приемами пищи Потому что происходит насыщение организма То есть если существуют физиологические потребности И тогда, собственно говоря, ребенок У него все гармонично Если ребенок пропускает приемы пищи То, собственно говоря, потребность в сладком возникает в разы Потому что сладкое – это легко усвоение углевод Которое вызывает быстрое насыщение Плюс он еще дает хорошую энергию Поэтому здесь тогда сладким мы просто заедаем отсутствие еды И вот, так сказать, складывается ощущение, что много есть сладкого Действительно в нем есть потребность Поэтому вот такого четкого регламента Там 100 грамм можно, 100 грамм нельзя Ну, конечно, нет То есть, ну, безусловно, там мы ограничиваем Там двумя-тремя конфетами в день Там, допустим, 2-3 печенья Там какие-то еще, так сказать, изделия хлебобулочные Тоже в количестве В количестве двух-трех штук Ну, вот, наверное, вот в таких пределах Спасибо И на сегодня наша программа подошла к концу Всего хорошего До скорой встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова